Здравствуйте, дорогие наши клиенты. Сегодня мы говорим про большое обновление, которое вышло на этой неделе. Это сайт компании Vue.DS. Напомню, что три года назад мы выпустили так называемую веб-версию страницы компании для того, чтобы клиенты могли найти вас еще до установки мобильного приложения. И тогда же, три года назад, этот сайт помог нашим клиентам выжить во время пандемии, когда был тотальный локдаун, этот сайт отлично работал. Все три года он сильно не обновлялся. И все это время мы копили вашу обратную связь о том, как этот сайт сделать лучше. И на этой неделе мы выпустили большое обновление, которое учитывало всю вашу обратную связь о том, как должен работать сайт. Сегодня мы с вами разбираемся, как это работать. Как это все работает. Если вы уже настроили веб-сайт в своей компании, мы знаем, что таких компаний довольно много, то, пожалуйста, делитесь, отправляйте в чат ссылки на свои сайты, чтобы другие предприниматели посмотрели, как это работает, нашли для себя какие-нибудь фишки и, может быть, использовали их в своем бизнесе. Так, сегодня для меня довольно большой вызов в том, что я показываю сегодня свой экран. У меня нет готовой презентации. Я вместе с вами буду разбираться, пробовать, использовать. Сейчас я запущу демонстрацию экрана. Надеюсь, что все у нас с вами получится. Так, видно ли экран? Все хорошо, отлично. Итак, друзья, что меня порадовало? Как только мы выпустили обновление, уже буквально через час отправляют нам компании ссылочки. И мы видим, что настолько этот функционал был долгожданным, что многие компании практически сразу же настроили веб-сайт, насколько это рабочий для них инструмент. Вот первая же ссылка, которую я видел после обновления, это супермаркеты магазинов всегда. Компания загрузила себе обложечку, сделала кнопку, и все у них замечательно и красиво. Посмотрите, что даже промо-акции они загрузили. Таких компаний довольно много. И мы очень благодарны клиентам за то, что они оперативно все настраивают. И самое главное, дают нам обратную связь. Всем, кто нам писал, всем, кто нам помогал найти какие-то недочеты, мы очень благодарны. И уже сейчас исправлены ошибки, которые были при обновлении, и все работает классно и замечательно. Надеюсь, что вы нам подскажете, что можно сделать удобнее и лучше. Часто на этом вебинаре тоже. Сегодня мы с вами будем исследовать этот функционал на примере реального клиента. Мы очень благодарны клиенту компании Unique. Это мультибрендовые заведения, где есть кофейня, барбар-шоп, магазин дизайнерской одежды и кухня. Все это под одной крышей в одном заведении. Это наш очень лояльный клиент, мы его очень любим, и они любезно согласились представить нам свою веб-версию и свою консоль, для того, чтобы мы с вами все это попробовали. Сейчас у нас на экране открытый веб-сайт, как он выглядит без предварительной настройки. То есть я думаю, что примерно так выглядит веб-сайт у большинства наших компаний, которые еще пока не загружали обложку, не загружали промо-акции. Давайте пройдемся сверху вниз по изменениям, что у нас с вами вообще появилось. Смотрите, на всех сайтах, как правило, есть шапочка, в которой показывается ссылка на самые главные разделы. Там, конечно же, есть личный кабинет, и зачастую, если эта компания принимает заказы, и там есть интернет-магазин, там есть кнопочка «Корзина». В последнем обновлении у нас все это тоже появилось. Есть быстрые ссылки на главные разделы. Можем, например, перейти в меню, можем перейти в информацию о компании. И самое главное, что у нас наверху появилась важная информация для наших клиентов. Это баланс баллов, если мы авторизованы. При нажатии на баланс баллов мы попадаем на страницу «Бонусная программа», где красиво показывается, как можно классно экономить вашей компании. Мы видим баланс баллов, мы видим, когда баллы сгорят, видим описание «Бонусная программа». Если есть куда расти, здесь будет показано, что нужно сделать, чтобы получить следующий статус. И очень важное отличие от предыдущей версии – мы показываем клиенту то, что есть сертификат. Сертификат. В данном случае у меня в этой компании сертификат на 300 рублей, который можно платить до 50% от суммы счета. Он показывается не только на детальной странице «Бонусная программа», но и в шапочке. На какой бы мы странице сайта не оказались, видно, что есть сертификат, его можно потратить. Напоминаю, что если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в чат, мы все подробно разберем. Напоминаю, что использование баллов, использование сертификата возможно только через приложение UDS. Соответственно, через ваш сайт клиент не может увидеть код сертификата, он обязательно должен вставить в мобильное приложение UDS. Почему это нужно? Потому что мы как бизнес заинтересованы, чтобы все наши клиенты имели на руках мобильное приложение, желательно с включенными пуш-уведомлениями, чтобы мы могли дотянуться до клиента и рассказать ему о том, какие классные выгодные предложения мы для него приготовили и какие классные новости у нас появились в компании. Например, новое меню или классные мероприятия для родителей с детьми и так далее. И, конечно, корзина. Никакой интернет-магазин не может обойтись от корзины. Без корзины у нас в уголке появилась корзиночка. Здесь показывается бейджик, сколько товаров уже сейчас лежит в корзине. Сегодня мы не будем акцентировать внимание на дизайне и процессе оформления заказа, потому что он принципиально не поменялся. Он стал выглядеть гораздо круче, но я думаю, что вы можете изучить это отдельно. Мы сегодня сосредоточимся на других аспектах сайта, которых раньше не было. Ну и, в общем-то, есть иконочка «Человечка», через которую можно выйти из системы или перейти в историю заказа. Итак, давайте пойдем дальше. Возвращаемся на главную страничку и сразу же видим очень важные изменения. Появилась обложка компании, которую каждая компания может стилизовать, задизайнить, как ей хочется. По умолчанию мы показываем картинку, которая соответствует фирменному стилю UDS и категории. То есть компания Unique прежде всего у нас позиционируется все-таки как кофейня и ресторан, поэтому мы показываем здесь тарелочки и вилочки. И компания Unique может зайти в настройки веб-сайта и загрузить свою картинку. Мы с вами все это скоро проделаем. Обратите внимание на то, что размер этой картинки, после того, как вы загрузите свою обложку, станет больше. Был тоже такой запрос на обратную связь. Почему картинка такая маленькая? Она будет больше, и мы с вами в этом убедимся чуть позже. Идем дальше. Обратите внимание, пожалуйста, на кнопку. Здесь она у нас называется «Запись на стрижку». Это та самая акцентная, главная кнопка, которая есть в мобильном приложении на странице вашей компании. Теперь эта кнопка появилась и на сайте. Для компании Unique очень важно получать записи в Barbershop. И, соответственно, в эту кнопку добавлена ссылка на онлайн-запись в сервис DQD. Вот ваши клиенты могут нажать на эту кнопку и перейти, куда вам нужно. В данном случае для онлайн-записи на стрижку. Что сразу бросается в глаза? Запись на стрижку и тарелка ножек-филка. Что-то здесь исходится, поэтому мы с вами обязательно обложку поменяем. Сделаем так, чтобы все стильно и логично смотрелось. Двигаемся дальше. Что у нас дальше есть? Это блок бонусной программы. Мы понимаем, что веб-версия, веб-сайт, в экосистеме UDS это прежде всего верхняя часть воронки, которая позволяет нам оцифровать клиентов в клиентскую базу, сделать так, чтобы они зарегистрировались, установили мобильное приложение и, соответственно, потом возвращались к нам после того, как мы совершаем касание с клиентом, что-то ему дарим. Этот блок направлен на то, чтобы клиент присоединился к бонусной программе, если он еще не клиент, а если он уже клиент, чтобы он увидел, как много у него накопилось бонусов. Здесь опять-таки мы видим краткую информацию о бонусной программе по аналогии с мобильным приложением. При нажатии мы попадаем опять на экран детальной описания бонусной программы, которую мы с вами уже посмотрели. И рядом у нас есть блок, который автоматически переключается, в котором есть три состояния. Самое главное – это сертификат. Если сертификата нет, то сразу будут следующие блоки. Рекомендуйте нас и получайте бонусы за покупки ваших друзей. Здесь при нажатии на блок «Рекомендуйте нас» открывается описание реферальной программы нашей и есть возможность поделиться ссылкой. И третий баннер говорит о том, что нужно использовать приложение UDS, что нужно скачать, установить. И эта кнопка у нас ведет на установку мобильного приложения. Маленький спойлер о том, что совсем скоро у наших клиентов появится возможность сгенерировать единый QR-код, повесить на кассу. Этот QR-код будет автоматически перекидывать клиента на ту платформу скачения мобильных приложений, которая для его телефона подходит. На айфоне сразу будет открываться App Store, на телефонах Android будет открываться Google Play Market, на Huawei, Huawei AppGalli. Но это все лирическое отступление, поэтому давайте пойдем дальше. Новости. Блок новостей у нас стал больше. До шести новостей у нас здесь помещается. Принципиально никаких новостей здесь нет, но я бы хотел обратить внимание на детальную страницу новости. Посмотрите, во-первых, на то, что этот сайт теперь у нас без каких-то полей сбоку, он показывается во всю ширину, чтобы весь ваш визуал, весь ваш контент поместился на экране и классно выглядел. Если мы зайдем с вами на детальную страницу новости, рубльюкменти. Продолжение следует... Продолжение следует... Друзья, я вернулся. Я надеюсь, что меня видно, что мой экран видно. На чем мы с вами остановились? Я думаю, что мы говорили про блок новостей. Блок новостей у нас не претерпел больших изменений. Новостей помещается больше, до шести новостей на странице компании, на главной. Но самые главные изменения произошли на детальной странице новости. Теперь весь контент растягивается полностью целиком на весь экран. Посмотрите, как крупно выглядят фото новости. Какая классная типографика, большой заголовок, большой текст. И очень эффектно, очень удобно смотрится прикрепленный к новости товар. Прямо отсюда, прямо из этой галереи товаров прикрепленных, можно добавить какие-то товары в корзину и сделать заказ. Очень крутая история. Обратите внимание также на кнопку «Поделиться». Можно скопировать ссылку и отправить другу. Возвращаемся на главный экран сайта. Следующий блок, который мы с вами посмотрим, называется «Меню». Функционально здесь все по-прежнему круто. Есть поиск по товарам, показываются первые два ряда товаров, которые есть в вашем прайсе. И мы можем перейти на более детальный уровень, перейти в раздел «Меню», где у нас будут вообще все товары, которые созданы в нашем прайсе, в нашем каталоге, в нашем меню. Дизайн обновился, он стал гораздо удобнее, как мне кажется. Особенно эффектно это выглядит на компьютере. Если раньше наш сайт был ориентирован прежде всего на мобильное устройство, то теперь он круто смотрится еще и на компьютере. Про мобильное устройство позже мы с вами тоже посмотрим, как это там работает и выглядит. И, конечно, давайте посмотрим, как у нас работает поиск. Проверим, все ли ок. Да, смотрите, баварский завтрак найден. Я очень рекомендую, пробовал. Если будете в Казани, обязательно приходите в Юнит на завтрак. И следующий блок, который у нас есть, блок, которого не было, давайте вернемся на главную страницу, это блок с детальной информацией о компании. Здесь мы выводим описание компании, которое выводится и в мобильном приложении, телефон для справок, а также все адреса и фериалы, если они есть в компании. Также соцсети для того, чтобы ваш клиент смог с вами связаться. Здесь же можно нажать на фотографию и просмотреть галерею. Смотрите, какие фотографии есть в компании. Мы считаем, что картинки, визуалы – это очень важно, поэтому теперь они есть и на веб-версии. И, как вы увидите позже, гораздо больше картинок можно загрузить в самые разные места нашего веб-сайта. Еще один важный блок, если клиент проскролил до конца, напомним ему еще раз, что нужно обязательно скачать приложение UDS, чтобы получать бонус от компании, ничего не пропускать и ничего не забывать. Внизу, как на любом сайте, у нас есть подвал сайта, футер сайта, как его только не называют. Здесь, опять-таки, самое важное – контактные данные и ссылки на все разделы, которые есть на нашем сайте. Вот такое вот обновление. Так выглядит сайт по умолчанию. Давайте мы с вами посмотрим, как это выглядит на мобильном устройстве и позже займемся рестайлингом нашего сайта. Сейчас я попробую показать экран мобильного устройства своего. Надеюсь, что вы тоже все увидите. Посмотрите, как выглядит на айфоне сейчас наш веб-сайт. Видим маленькую обложечку. Наверху мы видим, опять-таки, корзину. Как в любом интернет-магазине, корзина очень важна, и поэтому мы можем перейти и посмотреть, какие мы товары забыли в корзине и дозаказать. В левом верхнем углу есть три черточки, которые вызывают меню. И здесь мы, опять-таки, видим наши баллы, наши сертификаты, видим ссылки на все важные разделы нашего сайта. Давайте вернемся на главную страницу и пройдемся сверху вниз. Опять-таки, описание бонусной программы. Сколько у нас баллов, какой у меня кэшбэк, насколько это выгодно. Могу перейти на вложенную страничку и посмотреть детально, как работает бонусная программа в этой компании. Какие у меня есть сертификаты, если они есть в этой компании. Вижу, что можно рекомендовать и получать бонусы. В общем, все то, что мы видели с вами в полной версии сайта, в мобильной версии сайта тоже доступно. Здесь есть те же самые маркетинговые призывы о том, что можно взаимодействовать с приложениями UDS, и это выгодно. Дальше мы видим блок новостей. Мы видим, что здесь все так же классно отображается, функционально мы сейчас повторять не будем, работает оно все примерно так же. Просто убедимся, что все на местах, ничего не скрыто. Вот наша замечательная галерея, описание компании, кнопочки для установки мобильного приложения и футер с сайта. Ну и, конечно, не упомянул, что в мобильной версии сайта тоже появилась акцентная кнопка. В нашем случае это запись на стрижку. Нажимаем запись на стрижку, попадаем в сервис онлайн-запись. Круто. Итак, возвращаюсь на свой компьютер. Давайте теперь перейдем в UDS-админ и посмотрим, разберем, как вообще с сайтом работать, и что тут можно поменять для того, чтобы под свой бизнес заточить этот сайт. Розовый цвет для барбрашопа приемлемо, но можно лучше. Итак, сейчас я перейду в другой браузер, чтобы мы с вами продолжили. Еще раз огромное спасибо компании Unix за то, что она нам разрешила использовать их консоль, их сайт для демонстрации. Все это с разрешения предпринимателя, не переживайте. Давайте поймем, как нам попасть в настройки. Вот наш стартовый экран. Когда мы заходим в UDS-админ, мы попадаем на дэшборд. Теперь мы переходим в настройки. В настройках мы выбираем блок, который называется веб-сайт. Вот он здесь вот находится. Нажимаем сюда и попадаем на страничку, которая у нас, в общем-то, уже была. Здесь мы видим доменное имя, адреса сразу, которые можно взять и разместить в других ваших социальных сетях. И я бы хотел обратить внимание на настройку доменное имя, которое не все используют. Что это такое? Вы можете задать красивое название для вашей ссылки. Я вижу, что многие компании не используют эту возможность. Но это очень круто, потому что имя вашего бренда или какое-то там ключевое слово, ассоциация, могут начинаться уже с адреса, по которому ваш сайт открывается. В нашем случае было свободное сочетание букв Unique, совпадающее с названием этой компании. Оно здесь использовано. Это круто, потому что у сайта есть адрес Unique.uds.app. Вот мы, в общем-то, можем убедиться здесь, как классно и фирмово выглядит адрес сайта. Рядом в шапочке профиля, рядом с вкладкой основной появилась новая вкладка блоки. Она нас сегодня интересует, и мы с ней будем работать. Обратите внимание, что все блоки, которые мы с вами сегодня видели на сайте, они здесь перечислены. И все эти блоки можно менять местами. То есть мы можем взять, например, блок программы лояльности. Если мы считаем, что, например, товары гораздо важнее для нас, мы тащим его вниз, товары поднимаем наверх. Ну вот они, в общем-то, наверх сами встали. И давайте теперь перейдем на сайт и посмотрим, поменялось ли отображение блок. Да, смотрите, вот у нас шапочка, и сразу ниже идет меню. Почему это круто? Потому что цели бизнеса могут меняться в разные моменты времени, и, соответственно, в какой-то момент времени нам важно, например, рассказать там о новостях или промо-акции какие-то продвинуть. И в этом случае мы просто берем и поднимаем, например, блок программы лояльности обратно, если понимаем, что наша главная цель на сегодняшний день – это конвертировать клиента в установку мобильного приложения. Или если мы хотим использовать сайт, прежде всего, как онлайн-меню, например, мы, конечно, тащим наверх товар. Самое интересное еще и в том, что эти блоки можно скрывать. Может быть, я не знаю зачем, но у предпринимателя может быть цель, например, дистанцироваться от программы лояльности, сделать так, чтобы на сайте осталось только онлайн-меню. Пожалуйста, он нажимает на глазик, и блок программы лояльности исчезает с сайта. Мы, конечно, не советуем никому так делать, но также мы ценим, что многие предприниматели любят минимализм или они сайт используются для конкретной задачи. Пожалуйста, вы можете скрывать любой блок, кроме обложки, конечно, потому что обложка важна. Там находится название вашей компании, ваш визуал. Давайте пройдемся по настройкам блоков. Начнем с самого интересного, с самого сочного – это обложка. Нажимаем на карандашик и попадаем с вами в настройки обложки. Многие спрашивают нас, почему две картинки нужно загружать, а не одну. Объясню, потому что дизайн сайта в мобильной версии и дизайн сайта для компьютера выглядят по-разному. Там совершенно разные паттерны поведения. И если бы мы использовали одну картинку, то она бы растягивалась или обрезалась бы на разных устройствах, на разных разрешениях. Использование отдельной картинки для компьютера и для мобильной версии позволяет вам обеспечить классное отображение вашей компании на всех абсолютных устройствах. Давайте сейчас убедимся. Я к этому вебинару подготовился. Вчера я сам своими руками создавал дизайн для этой компании. На своих плечах почувствовал боль малого бизнеса, у которого нет в штате дизайнеров. В целом жить с этим можно. И через две примерно попытки я смог создать то, что выглядит приемлемо, по моему мнению. Давайте мы сейчас загрузим с вами обложку. Нажимаем на кнопочку «Добавить» и выбираем файлик. Они у меня сейчас изготовлены уже. Обратите внимание, пожалуйста, вот на что. Здесь в описании мы показываем рекомендуемое разрешение и пропорции. Нужно выбирать, особенно если вы собираетесь размещать какое-то текстное изображение, с учетом вот этих пропорций, чтобы ничего у нас не обрезалось и все влезло. Выбираем обложку. У меня вот здесь вот все уже заготовлено. Выбираем обложку в десктопе. Я решил не заморачиваться. Взял черную заливку из фирменного стиля компании, добавил туда логотип и три слова, которые описывают то, чем компания занимается. Нажимаем на кнопочку «Применить». И также давайте загрузим обложку для мобильной версии. Она у нас выглядит примерно так же, но, опять-таки, меньше черных полей, чтобы все у нас с вами влезло и ничего не обрезалось. Здесь я сейчас использую текст, но это не обязательно, если у вас есть классные атмосферные фотографии или какой-нибудь фирменный паттерн из фирменного стиля вашего заведения, вашего бизнеса. Вы можете их использовать, это тоже будет круто смотреться. Вот, в частности, например, магазин «Всегда» они загрузили туда прилавки, полные продуктов. Мне кажется, отличный визуал для магазина. Вот ISM-мебель нам прислали сегодня пример в чат вебинара. Тоже выглядит классно. Здесь есть и визуал, и фирменный цвет бренда, и также название крупно поместилось, и слога. Компания «Проантураж» разместила антураж. По-моему, классно. То есть абсолютно любой визуал, который вам нужен на сайте, вы можете сюда размещать. Нажимаем на кнопочку «Применить» и видим, что сохранено. И давайте пойдем посмотрим, что получилось. Итак, нажимаем на кнопочку «Обновить» и смотрим, что у нас получилось. Смотрите, у нас появилась обложка. Она черного цвета. За счет того, что мы правильно выбрали пропорции, у нас над белой плашечкой все уместилось, никакие слова не обрезаются. И нет уже противоречия, что ложки-вилки, запись на стрижку. Мы говорим, что у нас есть кофе, кухня «Барбершов». Предлагаем записаться на стрижку, а ниже у нас здесь есть меню. Давайте теперь зайдем в мобильную версию и посмотрим, не обрезается ли у нас тут что-нибудь. Нажимаем на переход к мобильной версии и вот у нас с вами наш мобильный сайт. Шапочка, корзина, а ниже визуал компания, черное лого. Опять-таки все наши слова помещаются в кофе, кухне «Барбершов», запись на стрижку и меню. Все работает. Друзья, пожалуйста, выбирайте классное изображение, которое отображает фирменный стиль и размещается. Потому что в таком варианте, мне кажется, сайт выглядит гораздо круче. Вы можете размещать туда все, что важно. Есть нюансы о том, что нельзя размещать в обложке. Об этом я поговорю в конце вебинара. А теперь давайте пойдем дальше. Возвращаемся в настройки UDS Business, UDS Admin. Идем дальше. Где у нас еще есть карандашик и возможность настроить? Это новый блок, который называется «Промо-акция». Этого функционала не было вообще раньше. Он появился буквально в понедельник. Давайте зайдем и посмотрим, что это такое. Это блок с акциями, в который можно загрузить свои изображения и ссылки. Причем, друзья, ссылки могут быть абсолютно любые. Сегодня мы с вами будем загружать ссылки на внутренние ресурсы, которые уже есть внутри UDS. Также сюда можно размещать ссылки на какой-то другой сайт, например, если он у вас есть, на сайт вашего партнера. Или можно, например, загрузить ссылку на телеграм-канал, если вам нужны новые подписчики, например, и вы хотите акцентировать внимание ваших клиентов на телеграм-канале. Давайте мы сейчас подумаем, что нам важно сейчас добавить для блока «Промо-акции». Поскольку я не собственник заведения, я просто пойду в новости, посмотрю, что тут есть важного. Новое меню. Мы видим, что у компании есть новое меню, есть классная подготовленная новость, в которой уже есть товары из нового меню, подготовленные с фотографиями. Но, возможно, новость теряется в общем списке новостей. Даже если мы поднимем блок новостей наверх, то эта новость будет неакцентна. Давайте мы создадим отдельный баннер, который будет привлекать внимание к новому меню. Что мы с вами делаем? Мы заходим на страничку новости, копируем ссылку на эту новость, возвращаемся в настройки и добавляем ссылку вот сюда. Теперь нам нужно добавить обложечку, чтобы все это выглядело еще и классно и красиво. Я, конечно, готовился к этому вебинару и уже все картинки подготовил. У меня есть вот такая замечательная картинка. Новое меню. Черный цвет, мало текста, и я решил использовать эмодзи, потому что картинки я рисовать не умею, я не дизайнер. Создаем вот этот вот первый единственный баннер и нажимаем кнопочку «Применить». Давайте вернемся и посмотрим, как это выглядит. Возвращаемся на наш сайт, и мы видим, что под обложечкой у нас появился новый блок с баннерами. Баннер у нас пока здесь один. За счет того, что мы сами выбираем визуал и обложки, и вот этих вот баннеров, можем сделать так, чтобы это все классно работало вместе. Здесь я сейчас особо не заморачивался, но я использовал одинаковые шрифты, одинаковый цвет, поэтому создается ощущение в визуале целостности. Когда мы на этот баннер нажимаем, то мы попадаем опять-таки на страницу новости. Но вы можете использовать абсолютно любые ссылки, то есть вы можете сделать так, чтобы этот баннер ввел на какую-то внешнюю страницу. Например, если мы перейдем на страницу магазинов «Всегда», то мы видим, что у них здесь есть тоже какие-то акции интересные. Например, акция «Приведи друга». Давайте нажмем и посмотрим, что происходит. Нас перекинуло на другой сайт, который есть у компании, и здесь есть красиво оформленная страница про реферальную программу. В принципе, круто. Обратите внимание, что за счет того, что компания использовала красный цвет, такой же, как на сайте, тоже появляется такое ощущение бесшовности. Акт и программа «Большая семья». Нажимаем сюда, перешли на другой сайт, где тоже подробно рассказывается все, что важно компании. Есть программа «Большая семья» с киндосами для больших семей. Давайте создадим еще что-нибудь. Что у нас еще есть в новостях этой компании? У нас есть новость. Мы расширяемся. Компания, основатели компании открывают сейчас новое заведение. Оно тоже будет, кстати, на платформе UDS. И сейчас при каждой покупке в Unique клиентам выдается сертификат. Почему бы об этом не рассказать клиентам? Дополнительно к тому, что выдавая сертификат, сотрудники на кассе рассказывают про это. Мы можем на сайте добавить блок, который рассказывает о том, что будет новое заведение, а еще и при каждой покупке вы получаете свой сертификат. Крутой контент. Давайте тоже берем ссылку, копируем и добавляем в настройки. Заходим опять в промо-акции. Нажимаем на кнопочку «Добавить промо-акцию». Вставляем ссылку и добавляем картиночку. Вот у меня картиночка тоже уже заготовлена. Нажимаем «Применить» и все у нас с вами сохранилось. Третий баннер сразу мы создадим. И это будет у нас с вами новость про реферальную программу. Есть у нас на странице новость, в ней пока даже нет картиночки. Но зато здесь доходчиво объяснено клиентам, что вы можете просто рассказывать, а еще и отправить ссылку вашим друзьям. И за каждую покупку друга мы вам подарим 100 бонусов, еще и 5% с каждой покупки вашего друга подарим. А накопленные баллы можете потратить. И на кофе, и на кухне, и на стрижки, и даже на дизайнерскую одежду. Вот как круто. Но клиентам надо рассказывать об этом, поэтому мы сейчас берем ссылочку, возвращаемся в настройки нашего сайта и добавляем еще одну промо-акцию. Добавляем ссылку и добавляем картиночку. Смотрите, мы сейчас загрузили три баннера. Симфона страниц компании может быть целых семь таких баннеров. Вы можете рассказывать обо всем, что важно. Могут быть даже какие-то хиты из вашего меню, новинки, каналы коммуникации, все, 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 что ваше душе угодно. Нажимаем на кнопочку «Применить». Переходим обратно на наш сайт. И давайте посмотрим, что получилось. Смотрите, у нас есть обложечка, и ниже у нас три красивых баннера. Если баннеров будет больше, они будут здесь листаться и скролляться. Пока нам трех хватит, при нажатии на баннер у нас открывается ссылка на новости. Но опять-таки это могут быть абсолютно любые новости. Давайте посмотрим, что у нас есть на других сайтах компании. Вот, например, компания ISM Мебель, которая в начале вебинара отправила нам ссылку. У них есть информация о рассрочке. Это очень важная информация о клиенте. Когда покупаешь мебель, особенно бывает важно, что прямо сейчас денег нет, а сидеть на чем-то надо. Покупаем диван. Нажимаем сейчас на этот баннер, и видим, что нас перекидывает в контакт. В социальной сети ВКонтакте есть подробный пост, который рассказывает о том, что у нас есть рассрочка. Круто! Компании ProAnthourage пока у нас нет промо-акции, но я думаю, что сегодня появится. После того, как на вебинаре мы посмотрели, как это классно все может работать. Итак, мы с вами посмотрели, как может конфигурироваться визуал нашего сайта. Если вначале наш сайт был розовый, то теперь он такой черный и довольно брутальный. Именно такой и должна быть кофейница с Барбарошопом, наверное. Давайте теперь посмотрим, как это выглядит на мобильном устройстве. Переключаюсь обратно на телефон. Попали в телефон, и видим, что ниже обложки и ниже кнопочки записи на стрижку у нас появились наши промо-акции. Новое меню, открытие новой кофейни и рекомендательность системы. Опять-таки нажимаем и попадаем в нашу новость. Все работает. Все работает быстро и бесшовно. Открытие новой кофейни. Вот, пожалуйста, тоже картиночка. Позиция из меню большая. Круто. Лично мне все очень даже нравится. Давайте перейдем обратно и подумаем, что мы хотели бы еще поменять. Мы знаем, что эта компания использует онлайн-меню, но для онлайн-меню компания Юник использует вот эту вот ссылочку. Ребята сделали коркод, который открывает страницу с меню сразу. Поэтому, в принципе, на главной странице мы можем список товаров и меню опустить пониже. А наверх, например, мы с вами поднимем все-таки бонусную программу, потому что мы хотим, чтобы наши клиенты отсфровывались в клиентскую базу. И, наверное, можно поднять повыше информацию о компании, чтобы клиенты, заходя на страницу, понимали концепцию заведения, что пространство Юник это уникальное место, где сочетаются несколько концепций. Давайте сейчас попробуем подвигать местами блоки и сделаем красиво. Переходим обратно в UDS Business настройки сайта. Итак, у нас наверху обложка. Потом мы с вами оставим промо-акции. Потом мы поднимем после промо-акции, наверное, программу лояльности. После этого у нас будет информация о компании. потом будут товары и в конце будут новости. В принципе, наверное, норм. Возвращаемся на сайт, обновляем страницу. Смотрим, что у нас получилось. Обложка. Ниже наша промо-акция. Далее у нас идет информация о бонусной программе. Можно рекомендовать, получать бонусы и 180 баллов. Статус какие баллы, да? Ниже у нас идет информация о пространстве, фоточке. Видим, как это все работает. Далее идем ниже. У нас появляется меню. И в конце сайта у нас есть новости, самое главное, из которых мы уже подсветили в блоке промо-акции. И в конце, опять-таки, установить приложение UDS и подвал сайта, в котором мы повторяем все-все-все ссылки. Делаем то же самое для телефона и посмотрим, как наш финальный вариант сайта выглядит на мобильном устройстве. Обложка. Акцентные действия запись на стрижку. Промо-акции. Подробности о бонусной программе. Потом галерея, где мы рассказываем про концепцию заведения. Далее ниже наше меню. Первые 8 товаров и возможность посмотреть все на детальной странице меню. Далее идут новости компании. И в конце мы опять-таки говорим клиенту, что надо установить мобильное приложение. В конце показываем контакты, если клиент просмотрел ваш сайт, решил с вами связаться. И в конце, конечно, мы показываем опять ссылки на все-все-все разделы. Я думаю, что это очень хорошее обновление. Мне кажется, что наш продукт при помощи такого конфигуруемого сайта стал гораздо более гибким и универсальным. И, наверное, этот опыт можно использовать дальше для развития мобильного приложения, потому что, конечно, для каждого бизнеса важна индивидуальность и для каждого типа бизнеса важны разные целевые действия. Мы очень ждем вашей обратной связи, чтобы понять, как нам дальше эту историю развивать и какого функционала может быть здесь не хватает. В ближайшие дни и в следующем обновлении будут небольшие изменения, которые сделают использование веб-сайта еще более удобным и бесшовным. Напоследок, еще раз, для всех, кто, может быть, не запомнил, покажем, как перейти к настройкам сайта. Мы заходим в настройки, находим веб-сайт, нажимаем на веб-сайт и переходим в раздел блоки, где есть те самые вещи, которые мы сегодня с вами настраивали. Обложка промо-акции и можно все блоки менять местами. Итак, я завершаю показ экрана пока. И по просьбе нашего отдела модерации я бы хотел проговорить еще раз очень важную информацию о том, что можно и что нельзя размещать на обложке компании и в картинках промо-акций. Хоть это и ваш сайт, однако существуют юридические правила законодательства стран, которые запрещают публиковать определенное изображение. Итак, коротко сейчас пробежимся о том, что нельзя размещать в обложках и промо-акциях. К размещению недопустимы алкогольные продукции, табачные продукции, вейпы и тому подобное, кальяны, оружие, интимные товары, эзотерические товары, магические услуги и все подобное, обнаженные дети и женщины, фотографии в медицинских масках запрещены, запрещены сцены курения, запрещены лозунги, какие-то призывы к действиям, в том числе на военную тематику, а также запрещена информация о продаже лицензии UDS. Также в обложках мы просим не размещать вас лишнюю информацию, такую как режим работы, адрес, вся эта информация указывается в специальных разделах компании, вы видели, что у нас есть блок с подробной информацией, время работы филиала, адрес и так далее. Любая информация, размещенная на изображении и сперечне, которую мы сегодня с вами озвучили, вся эта информация будет удаляться. Еще один момент, если вдруг вы размещаете нижнее белье, фотографии в нижнем белье, то на самом изображении обязательно необходимо разместить 18+. Вот такая важная практичная информация, пожалуйста, имейте ее в виду, но даже это все оставляет огромную свободу для того, чтобы показать визуал, показать то, чем вы занимаетесь, даже если вдруг это затрагивает ваша сфера бизнес.